Студия имени Вячеслава Молотова представляет Вот вам дата и фамилии лиц, которые первыми бросились лизать хрущевскую задницу и запустили ревизию истории Великой Отечественной войны, опережая решение 20-го съезда, согласно тому, что Никита набренькал в своем докладе. Цитата Обычно рисуется такая схема, а Сталин все и вся предвидел. Советская армия чуть ли не позаранее начертанным Сталиным стратегическим планом проводила тактику так называемой активной обороны. То есть ту тактику, которая, как известно, допустила немцев до Москвы и Сталинграда. Применив такую тактику, Советская армия только благодаря гению Сталина перешла в наступление и разгромила врага. Может показаться странным, зачем я столько внимания уделяю персоне Жукова в главе о военной доктрине СССР, но не спешите. Не понимая роли в данном вопросе маршала, тем более не имея представления о нем как о человеке, трудно понять, что стало с этой доктриной, точнее почему она из истории Великой Отечественной войны исчезла. Да, исчезла. Поэтому вместо нее что только не суют, вплоть до фантастической книги Шпанова. Первый удар. Есть байка о том, что Жуков лично арестовал Берию на совместном заседании президиума ЦК и президиума Совмина. Якобы он даже сам рассказывал об этом. Рассказывать-то он мог что угодно, в том числе и о том, как план крымской операции разрабатывал. Когда за язык его схватили, оправдывался, что не так его поняли. Он имел в виду станцию крымскую. Только именно Берия, как только умер Сталин, сразу выпустил на свободу всю военную братву, орудовавшую в одной банде с Жуковым, залетевшую по трофейному делу. Если точнее, Жуков эту банду, будучи главкомом группы советских оккупационных войск, в Германии возглавлял. И нужно понимать, как был взбешенный Осип Виссарионович, узнав о поведении маршала Победы. Чего тебе жаба не хватало? Маршальского оклада и маршальского пайка? Почета и уважения? Можно еще понять глупость какого-нибудь нашего современника, который ради обладания престижной маркой айфона сует свою шею под кредитное ермо. Хочется, чтобы считали его крутым. Он думает, что если люди увидят в его руках дорогую вещь, то сразу будут уважать. Но ты-то маршал Победы. Да если даже на тебе будут кирзовые сапоги, то тебя уважать еще сильнее будут. На кое ляд тебе понадобились эти в кавычках айфоны, которые ты греб в Германии вагонами. И что прикажете делать с этим уродом Сталину, если оно на белом коне проскакало перед парадными колоннами по Красной площади и речь с трибуны Мавзолея говорила? Посадить его вместе с дружком генералом Крюковым, чтобы весь мир потом хохотал над нашей страной, маршал Победы ворюга и мародер? Приняли решение Жукова отправить пока командовать Одесским военным округом. Одесситы мастера анекдоты сочинять и рассказывать. Вот им и рассказывай анекдоты, как ты лично все важнейшие операции в войне разработал и осуществил. Это хвастовство вместе с воровством Георгию Константиновичу тоже на воротник повесили. Но видно он и в Одессе не угомонился, поэтому уже через полгода по решению политбюро его загнали на Урал. Там он и нашел свою новую любовь, которая в дочери ему годилась и которая потом так его перед Брежневым подставила. А как только умер Сталин, так Жукова сразу Никита вернул на доопальную должность заместителя военного министра, главкома сухопутных войск. Иберия всю его трофейную банду из тюрем и лагерей выпустил. В 1955 году после снятия Маленкова с председателей Совмина Булганин занял его место, а Жуков стал военным министром, вскарабкался на пик. Уже тогда будущая антипартийная группа окончательно лишилась рычагов влияния на политику и кадры. Их уже начало третировать хрущевская кодла. Уже тогда начался процесс реабилитации осужденных в 1937 году троцкистов, шла подготовка к очередному съезду партий. Одновременно как следует, из уже выше приведенной записки Жукова и Соколовского, начался процесс пересмотра истории Великой Отечественной войны, роли в ней Сталина. В докладе Хрущева на 20 съезде обвинение Сталину в том, что он страну к войне не подготовил и поэтому она обернулась огромными потерями, звучало наряду с обвинением в незаконных репрессиях. Прокуратура и КГБ начали пересмотр дел осужденных троцкистов, а в Министерстве обороны пересмотр результатов деятельности Сталина как главнокомандующего и пересмотр вопросов подготовки страны к войне. Эти два процесса даже по времени совпадают, это каким-то образом ускользнуло от внимания даже современных историков, которые обозначают себя защитниками Сталина. Впрочем, с такими защитниками и врагов не надо. Если результат деятельности прокуратуры и КГБ был в том, что на Сталина навесили незаконно осужденных троцкистов, то результат деятельности Министерства обороны, которое возглавлял очень сильно обиженный Сталин им бог войны, как его назвал Алексей Исаев, вылился в будущее 20 миллионов погибших, в преступную сталинскую политику, которая привела к таким огромным жертвам. Еще раз зачитаю для закрепления. Цитата. В январе месяце сего года Министерством обороны на рассмотрение Президиума ЦК КПСС было внесено ходатайство об изменении существующего наименования первого периода Великой Отечественной войны. В настоящее время этот период носит наименование «Активная оборона советских вооруженных сил». Учитывая, что такое наименование приводит к неверному представлению о характере действий советских войск в 41-42 годах и что оно противоречит принятому у нас понятию «содержание активной обороны», Министерство просило ЦК КПСС одобрить следующее наименование первого периода – «срыв замыслов молниеносной войны фашистской Германии против Советского Союза и создание условий для коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны». Это из записки за подписью Жукова «1955 год», а это из доклада Хрущева «1956 год». Цитата. Обычно рисуется такая схема, Сталин все и вся предвидел. Советская армия, чуть ли не на заранее начертанным Сталиным стратегическим планом, проводила тактику так называемой «активной обороны», то есть ту тактику, которая, как известно, допустила немцев до Москвы и Сталинграда. Нужно задавать вопрос, кто является автором клеветы на Сталина в вопросе подготовки СССР к войне и его роли в ней, или и так все очевидно? А вот вопрос историкам задать нужно. Как так случилось, что вы роль Жукова в клевете на Сталина по этому вопросу затерли, все приписали одному Хрущеву, а потом пристально посмотреть в их бегающие глазки? Но вы хоть что-то поняли из этого? Активная оборона неправильна, правильный срыв замысла молниеносной войны. И что характер действий советских войск в 41-42 годах противоречит принятому понятию содержания активной обороны. Вроде активная оборона – это контратаки и контрнаступления, пассивная оборона – сидения в окопах и в укрепленных районах. Так от самой границы советские войска, отступая, активно контратаковали, даже там, где они успевали занять подготовленные к обороне рубежи, обязательно контратаки. У самого же Жукова в воспоминаниях и размышлениях – так. И как сорвали замысел молниеносной войны, если не обороной? Пассивной обороной сорвать не могли, потому что пассивной обороны не было ни в 41-м, ни в 42-м, от слова совсем. Контратака на контратаке, контрнаступление на контрнаступлении. Но если не было пассивной обороны, не было и активной обороны, как считают Жуков-Соколовским, то как еще можно было сорвать план молниеносной войны? Только два варианта. Либо напасть первыми и разгромить немецкие войска, готовые для Блицкрика. Но тут даже резюмсуоров с его выдумками о том, что Сталин подобное планировал, заплачет от смеха, потому что если даже и планировал, то не успел. Либо второй вариант – драпать до самой Москвы с такой скоростью, чтобы немцы не успели догнать наши войска и разгромить их, закончив войну Блицкриком. А пока идет драп, накопить силы для создания коренного перелома. Вам смешно от второго варианта? Так вы только что прочли, как Жуков-Соколовским предлагали обозначить первый период войны. Еще раз цитата. В связи с этим коллегия просит Президиум ЦК КПСС рассмотреть два новых варианта определений первого периода. Первый вариант – период отступления и срыв плана молниеносной войны фашистской Германии против Советского Союза. Второй вариант – период отступления, накопления сил и срыв плана молниеносной войны фашистской Германии против Советского Союза. Никакой обороны. Только отступление. Отступление без обороны. У них в их предложении элементарно нет слова оборона. Даже я, владея обширным запасом такой лексики, от которой не только дамы падают в обморок, не могу подобрать соответствующих эпитетов для этих двух мерзавцев Соколовского и Жукова. Далее поговорим о библиографической редкости книги «История Великой Отечественной войны 1941-1945 годы», изданной в 1960 году. Там такое, только анекдоты сочинять. Никита отжигал. У сочинителей истории были даже не проблемы с логикой, у них полушария головного мозга между собой не дружили. Известно, что Хрущев первым разоблачил культ личности, а пересрочная пропаганда, не стесняясь, обвиняла Сталина за поражение 1941 года. И вот перед глазами у нас истоки, так сказать. Цитата. «Немалая доля ответственности за то, что Красная Армия оказалась неподготовленной к отражению внезапного нападения врага, лежит также на руководителях Наркомата обороны и Генерального штаба, маршале Советского Союза Тимошенко и генерале армии Жукове. Они плохо разобрались в создавшейся военной стратегической обстановке и не сумели сделать из нее правильные выводы о необходимости осуществления неотложных мер по приведению вооруженных сил в боевую готовность». Предполагал ли Георгий Константинович, когда выдвинул свои предложения об изменении существующего наименования первого периода Великой Отечественной войны, что к нему прилетит этот бумеранг? Я не знаю, получил ли инсульт маршал Жуков, после которого впал в кому от того, что, осознав в конце жизни, в какое ничтожество сам себя превратил, долбясь в раскаянии головой об пол? Чего мне не хватало? Слава, почет, уважение, все было. Зачем мне нужно было все это трофейное барахло? Какой черт меня тянул строить из себя Ганнибала? Товарищ Сталин, слышишь ли ты меня? Простишь ли ты меня? Я ведь это, я ведь спас от твоих товарищей антипартийцев этого кукурузника. Будь я проклят. Или он до самого последнего мгновения своей жизни, упав от звания маршала победы до уровня тряпки, о которую вытерли ноги, так ничего и не понял. Но хоть пискнул в своих мемуарах напоследок, это все, на что он уже был способен. Цитата. В последние годы принято обвинять Иосифа Виссарионовича Сталина в том, что он не дал указаний о подтягивании основных сил наших войск из глубины страны для встречи и отражения удара врага. Не берусь утверждать, что могло бы получиться в таком случае хуже или лучше. Вполне возможно, что наши войска, будучи недостаточно обеспеченными противотанковыми и противовоздушными средствами обороны, обладая меньшей подвижностью, чем войска противника, не выдержали бы рассекающих мощных ударов бронетанковых сил врага и могли оказаться в таком же тяжелом положении, в каком оказались некоторые армии приграничных округов. И еще неизвестно, как тогда в последующем сложилась бы обстановка под Москвой, Ленинградом и на юге страны. К этому следует добавить, что гитлеровское командование серьезно рассчитывало на то, что мы подтянем ближе к государственной границе главные силы фронтов, где противник предполагал их окружить и уничтожить. Это была главная цель плана Барбаросса в начале войны. И все многотомные исследования истории Великой Отечественной войны, как хрущевские, так и брежневские, полетели к черту, в пыль и даже перестроечные и современные. Можно сказать, что маршал Жуков одним этим себя реабилитировал. Теперь представьте, откуда исторические историки взяли сведения о том, сколько немцев на нас напало и сколько танков и самолетов у них было. Из книги Мюллера Гелебранда. Какой-то немец в 50-е эту книгу написал. И куча маршалов и генералов, которые сочиняли эти тома, у него содрало сведения о вермахте. Уже война закончилась лет 10 до того, как они их сочинять сели. А сведений о немецкой армии они так и не имели, пока Мюллер книгу не написал. А если бы не написал, то наверное было бы у них в истории про силы вермахта, хер его знает. Вот так и написали бы, ну и хер его знает. Это действительно даже в голове не укладывается. Смотришь в этом многотомнике ссылки, которые указывают на источники сведений о силах немцев и там труды битого фашистского генерала. И никаких подозрений насчет того, что битый может свои силы преуменьшить, чтобы не так позорно потом выглядеть в объективе истории. Вдобавок, Мюллер-Дилибрант во время сочинения своих трудов служил уже в Бундесвере. А Бундесвер к тому времени оформлялся в основную сухопутную ударную силу НАТО в Европе. А НАТО создавалось именно как противовес и на идеологии противостояния возможной агрессии со стороны СССР. И у сочинителей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 года в межушных ганглиях не заискрилась мысль, что предназначенная для широкого круга читателей отнюдь не для служебного пользования работа Мюллера-Дилибранта о сухопутных силах Германии может носить пропагандистский характер. И в ней третий рейх возможно будет выглядеть, если не совсем безобидной овечкой, то где-то там рядом. И потом, когда Прибрежневе писался новый многотомник по истории Великой Отечественной войны, туда снова перекочевал Мюллер-Дилибрант. Даже не стеснялись. Приводятся сведения по вермахту, ссылка на сухопутную армию Германии 1933-1945. В наглую. И поныне, во всех без исключения исследованиях о Великой Отечественной войне, сведения о силах немецкой армии, взятые из сухопутной армии Германии 1933-1945, как из объективного источника. Почему я так на это реагирую? Да сами подумайте, к написанию многотомника привлекались даже генералы генштаба вооруженных сил СССР. И у них в генштабе не было сведений о немецкой армии. Поэтому им пришлось заказывать тогда в ФРГ книгу немецкого генерала, переводить ее на русский язык и оттуда выписывать, сколько у немцев на 22 июня 1941 года было танков. А самим это узнать было совсем неоткуда. То есть наша разведка в 1941-м никаких сведений не давала. Пленных немцев, у которых можно было бы расспросить, сколько у них в разных дивизиях всего есть совсем не было. Или такие вопросы пленным задавать соображения не хватало? Более того, в 1943 году сдался в плен фельдмаршал Фридрих Паулюс. Он был не просто фельдмаршалом и командующим 6-й армией Вермахта, но еще по счастливому совпадению одним из главных разработчиков плана Барбаросса. И мужчиной вполне себе еще в адекватном возрасте и состоянии, совсем не американский президент Байден, засыпающий на середине фразы из трех слов. Так вот бы у кого спросить про силы Вермахта на начало войны, правда? Поэтому даже в архивы заглядывать не надо. У него эти цифры и так в голове записаны. Ну если не с точностью до солдата, то где-то близко. И в 1943 году у Паулюса так никто в нашем генштабе насчет плана Барбаросса не поинтересовался. Некогда было. Кроме того, Паулюс после войны жил в ГДР. Был не только лоялен к властям социалистической Германии, но еще изо всех сил осуждал гитлеровский режим и милитаризм ФРГ. Иметь в своем распоряжении источники информации о немецкой армии такого уровня целого фельдмаршала, разрабатывавшего план Барбаросса и при этом пользоваться сведениями полковника Бундесвера армии НАТО. Это, извиняюсь, хамство. Плевок в историю Великой Отечественной войны. И мотивы даже не пытались маскировать. Зачем им понадобилось обращаться в сочинение Мюллера Гелебранда? Да потому что у того силы Вермахта по танкам, например, уменьшены ровно в два раза. Да, просто в два раза. Без всякого стыда. Я в дальнейшем приведу этому железобетонное, танкобронированное доказательство. А если силы Вермахта поделить на два, то... Если бы не Сталин. Оба многотомника по истории Великой Отечественной войны, Хрущевский и Брежневский, это если бы не Сталин. Но и это все ерунда. Главное, что данную историю в кавычках писали такое впечатление разные авторы в разной, но очень конкретной, степени опьянения. А потом написанное этими пьяницами собрал под одну обложку редактор или редакция в совершенно дико наклюканном состоянии. Судите сами, сначала идет такое. Цитата. Советская оборонная промышленность, опиравшаяся на мощную тяжелую индустрию, была способна еще до войны дать нашей армии нужное количество новой боевой техники, создать резервы для восполнения потерь и обеспечить новые формирования в начале войны. Все это вместе с наличием богатейших сырьевых ресурсов означало, что в экономическом отношении Советский Союз был подготовлен к отражению фашистской агрессии. И потом это же утверждение последовательно на каждом роду войск, по каждому типу вооружения громится в пух и прах, например, по самолетам. Цитата. Новые советские самолеты, истребители Як-1, МиГ-3 и бомбардировщики П-2 стали выпускаться лишь в 1940 году и в очень малом количестве. Так, например, самолетов МиГ-3 было произведено в 1940 году 20, Як-1 — 64, а П-2 насчитывалось всего одна-две машины. В первой половине 1941 года положение улучшилось. Истребителей новых типов МиГ-3, ЛАГ-3, Як-1 промышленность дала 1946, бомбардировщиков П-2 — 458 и штурмовиков Ил-2 — 249. Однако это количество машин не могло изменить общего соотношения старых и новых самолетов в войсках, тем более что часть новых машин лишь начало поступать на вооружение с заводов. Однако новых самолетов поступало в части пока еще немного, так как их производство, будучи более сложным, наложилось сравнительно долго и не стало еще массовым. То есть в 1941 году новых самолетов в войска поступало мало, потому что их производство только налаживалось. Но еще до войны советская оборонная промышленность способна была дать их нужное количество. Авторы когда в носу пальцем хотят поковыряться, себе глаз не выкалывают. Дальше такая же картина по танкам. Цитата. «Значительная часть танков, находившихся на вооружении нашей армии, по своим тактико-техническим данным, перестала уже отвечать требованиям современной войны. Поэтому перед советскими военными конструкторами была поставлена задача создать такие танки, которые по своим боевым и техническим качествам были бы лучше заграничных. Эта задача была решена. Но освоение новых танков и их серийное производство началось незадолго до нападения Германии на СССР. Машины новых типов, КВ и Т-34, значительно превосходившие по своему качеству немецкие, в 1939 году не производились, а в 1940 году их было выпущено немного – 243 КВ и 115 Т-34. Только в первом полугодии 1941 года выпуск новых танков заметно увеличился. За эти 6 месяцев промышленность дала 393 танка КВ и 1110 танков Т-34. Вроде бы понятно, но новые самолеты и танки еще вчера только были в виде чертежей в конструкторских бюрох, приняты на вооружение буквально за год до начала войны. Поэтому промышленность при любых вариантах не могла выдать их столько, чтобы закрыть все потребности армии. Но при этом советская оборонная промышленность была способна обеспечить армию до войны новой техникой. А почему не обеспечила? Потому что цитата. Эта огромная работа проводилась недостаточными темпами в расчете на несколько лет и осталась незавершенной к началу Великой Отечественной войны, прежде всего в области перевооружения бронетанковых войск, авиации и отчасти других родов войск. Не было закончено формирование механизированных корпусов, медленно внедрялась в вооруженные силы новая техника, отставала разработка таких средств обеспечения боевых действий войск, как специальные автомашины, инженерные средства наземных войск, машины и механизмы аэродромного обслуживания самолетов и так далее. Теперь все ясно. Промышленность была готова, образцы новой техники уже были созданы, только Сталин запланировал наделать новых танков и самолетов за несколько лет. А надо было дать задание заводам быстренько наштамповать всего за полгода. Где-то в тумбочке у Сталина была лампа Аладдина с Джином Хатабычем внутри, но он, одержимый культом своей личности, посчитал, что Джин, который мог за год после принятия на вооружение Пе-2 и Ил-2 наколдовать их выпуск, покрывающий потребности армии, плохо повлиять на культ личности и Джин может занять его место в политбюро. И далее уже хорошо остаканившиеся авторы делают такой вывод. Цитата. Несмотря на это, в целом советские вооруженные силы в своем техническом оснащении, организации и боевой подготовке сделали крупный шаг вперед, достигнув уровня современных, по тому времени, требований. Хотя они и находились в процессе перевооружения, но были в состоянии дать надлежащий отпор агрессору. И указывают, что нужно было для этого сделать. А между тем, у Красной Армии имелись все возможности для того, чтобы более организованно встретить нападение немецко-фашистских войск и дать им сокрушительный отпор. Требовалось лишь своевременно привести войска приграничных округов в повышенную боевую готовность, но этого сделано не было. Когда стало известно, что гитлеровское военное командование развертывает свою армию вдоль нашей западной границы, правительство СССР, наркомат обороны и генеральный штаб приняли некоторые меры к тому, чтобы усилить войска западных приграничных округов. И теперь очень важное. Однако эти меры, несмотря на нарастающие угрозы вражеского нападения, не предусматривали сосредоточение вблизи западных границ необходимых сил для отражения возможного нападения немецко-фашистской армии на Советский Союз.